Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представляется лекция на тему терминального состояния. Терминальные состояния — это те стадии процесса умирания или татонатогенеза, которые неизбежно проходит в человеческий организм. Это название происходит у латинского слова «terminal» — «пограничный» или «конечный» — это переходные стадии между жизнью и смертью, которые включают в себя ряд состояний, сопровождающиеся критическим расстройством жизнедеятельности организма. При этих состояниях происходят выраженные нарушения всех функций организма, включая центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, дыхательную, гемостазиологическую функцию организма. И при отсутствии своевременной помощи медицинской эти состояния неизбежно приводят к завершению жизни, то есть к клинической и затем биологической смерти. Если рассматривать истоки становления этих, изучения этих терминальных состояний на постсоветском пространстве, следует отметить роль Владимира Александровича Неговского, крупнейшего патофизиолога нашего времени, который явился родоначальником школы, позволяющей изучить эти состояния, их систематизировал, провел анализ, и по сути дела он является родоначальником такой клинического раздела медицины, как реаниматологии. И когда в Будапеште в 1960 году он представил коллегам это слово, то это считается год зарождения этой науки, реанимации, реаниматологии, как клинической отрасли, как клинической медицины. Что же приводит к терминальным состояниям? Это те причины, те факторы, которые вызывают выраженные нарушения жизнедеятельности человеческого организма. Прежде всего это все шоковые состояния, шоки в стадии декомпенсации, гиповолимические виды шоков, диссерибутивные виды шоков, обструктивные виды шоков, которые заключаются в поражении притока, в нарушении притока и оттока крови к сердцу, к поражению самого мышцы сердца, это самококардиогенный шок, это тяжелые, острые поражения или декомпенсации всех функций организма, это хроническая декомпенсация, дыхательная, сердечно-сосудистая, гемостазиологическая функция организма, эндокринная, которая заключается в критическом состоянии этой системы с дальнейшим развитием терминального состояния. Это любые виды травмы внешнего воздействия, холодовая травма, ожоговая травма, термическая травма, электротрамма, лучевая болезнь, тяжелые, острые и хронические отравления, а также первичные и вторичные поражения центральной нервной системы. Это по совокупности причин те состояния, которые приводят к необратимым изменениям, то есть к терминальным состояниям. Что здесь в себя включают терминальные состояния? Это прежде всего преагональные состояния, агония, между которыми существует терминальная пауза между преагонией и агония, и сама по себе клиническая смерть. Преагональные состояния характеризуются полиморфизмом клинической картины, это своеобразное начало конца, начало умирания, заключается в постепенном угасании всех жизненно важных функций организма. Это нарушение центральной нервной системы в виде угнетения сознания, это нарушение микроциркуляции, это различные нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающейся артериальной гипотензией, это нарушение внешнего дыхания и внутреннего тканевого дыхания, это неизбежные процессы развития метаболического смешанного ацидоза с критическим расстройством функции клетки, как структурной единицы всех органов. Терминальная пауза – это весьма условный период между преагонией и агония, заключается во внезапном апное, длящемся 10-30 секунд. Ее может не быть, эта терминальная пауза, но если внимательно, может быть, наблюдать за самим процессом умирания, то она встречается и является условным знаком начала агонального состояния. Агония – это завершающий этап процесса умирания, в переводе с греческого – это борьба, поединок, состязание, это финал борьбы человеческого организма за жизнь, против заболевания или травмы, и некоторые авторы называют период агонии кратковременно периодом мнимого благополучия, когда активизируются все последние жизненно важные функции организма, кажется, что человек стабилизируется на очень короткое время, повышается артериальное давление на некоторую величину, проясняется сознание, оживляются рефлексы, но это кратковременное явление, длится агония очень непродолжительное время, минуты, редко часы, в отличие от приагонального состояния, которое может длиться в течение суток. Ну и классическим проявлением течения агонального состояния является так называемое агональное дыхание, или по-другому рыбье дыхание, когда человек хватает ртом в воздух, возникают дыхательные рывки, не являющиеся эффективными дыхательными движениями, это называется агональное дыхание. И заканчивается агония неизбежной клинической смертью, это своеобразное состояние, которое еще нельзя назвать непосредственно смертью организма, оно уже является переходным состоянием, уже не жизнь. Длительность клинической смерти у человека при норме термины составляет 3-4 минуты, это время дано для коры головного мозга, за это время мы можем человека успешно реанимировать, возвратив его к жизни, как социально значимого индивидуума, с цельной, с нормально функционирующей корой головного мозга. Если этого не происходит, если клиническая смерть затягивается, тогда наши реанимационные мероприятия могут быть успешными, но человек уже будет с декортикацией, с утерянной функцией коры головного мозга, и в дальнейшем формируется так называемое вегетативное состояние, или по-другому апполический синдром. Характерные признаки клинической смерти заключаются в отсутствии сознания, в нарушении, в отсутствии дыхания, апноэ возникает, как правило, у человека, но иногда, в редких случаях, в части случаев может быть перед апноэ, так называемое агональное дыхание в течение 10-20-30 секунд, или гаспинг дыхания, которое неизбежно переходит в апноэ. Это характерный цвет кожного покрова, пепельно-серо-землистый оттенок кожного покрова лица, видимых слизистых оболочек, это отсутствие пульсации на крупных артериях, сонная и бедренная артерия, и широкий зрачок, не реагирующий на свет, то есть медриаз. Что касается зрачка, если принимать во внимание все перечисленные признаки клинической или внезапной смерти, которые были уже указаны, то зрачок, как правило, существенно не имеет диагностической ценности. Для нас он нужен для понимания временного фактора, когда наступила примерная клиническая или внезапная смерть. Если мы наблюдаем, что зрачок максимально расширен, максимальный медриаз на всю радужку, то считается, что от момента остановки сердца прошло 2-3 минуты, то есть прошла почти, практически, большая часть времени, необходимая для полноценной реанимации, и наши реанимационные мероприятия, если будут успешными, высоковероятность повреждения коры головного мозга. Это временной фактор диагностики клинической, начала развития клинической смерти. Виды остановки сердечной деятельности при клинической смерти или внезапной смерти делятся на так называемые устойчивые и неустойчивые ритмы. К неустойчивым ритмам относятся фибрилляция желудочков в сердце, представленная на этом слайде, и желудочковая техкардия без пульса. Как правило, желудочковая техкардия без пульса очень быстро переходит в фибрилляцию желудочков сердца. К устойчивым ритмам остановки сердца, так называемым, относятся асистолия, это полное прекращение механическо-электрической деятельности миокарда, сердечной мышцы, и электромеханическая ассоциация, то есть разрозненные, хаотичные, сердечные сокращения, единичные, совершенно неэффективные, то есть электрическое активное сердце сохранено без реализации в полноценную механическую активную систему. Что же касается в целом, в общих чертах патофизиологии терминальных состояний, следует указать, что причинный фактор, тот фактор, который наносит непоправимый вред, ущерб организму, привносит органную или наносит органную или системную дисфункцию, приводит к нарушению микроциркуляции, к ДВС-синдрому, с дальнейшими тканевыми нарушениями в виде метаболического или смешанного ацидоза. Это в конечном итоге приводит к повышению проницаемости всех мембран, нарушению газового состава крови, электролитного состава крови, гормональной дисфункции организма. И в конце концов, все эти патологические факторы, которые были перечислены, они приводят к тяжелой, необратимой гипоксии всех тканей организма как основному моменту, который предопределяет развитие терминального состояния. Что касается обратимости терминальных или необратимости терминальных состояний, здесь следует указать один очень важный момент. Если рассматривать терминальные состояния при агонии, агонии, клиническая смерть как звенья одной цепи, то необходимо указать, что терминальные состояния по своей сути являются необратимыми состояниями, в отличие от клинической смерти, которая является условно-обратимым состоянием. Потому что, если клиническая смерть явилась звеном или последующим этапом после агонального состояния, то человек, мы можем реанимировать вне зависимости от его состояния на какое-то короткое время, 30 секунд, 1 минута, потом будет очередная клиническая смерть, очередная успешная реанимация будет, потом повторная будет клиническая смерть. То есть, организм, тем самым, подчеркивает безвыходность и необратимость своего состояния. И очередная клиническая смерть, конечно же, не увенчается успешными реанимационными мероприятиями. Но если внезапная смерть клиническая развилась как единственное терминальное состояние вне больницы, в стационаре, на фоне относительно благополучия организма, то мы при начале своевременных мероприятий реанимационных можем вернуть человека к жизни как социально значимого индивидуума с полноценным функцией всех жизненно важных органов и систем. Поэтому в целом терминальные состояния являются необратимыми состояниями и поэтому необходимо своевременно их диагностировать, чтобы поднимать прогностическое значение их при развитии, при появлении в силу разных заболеваний или состояний. При подготовке к лекции была использована литература, которая представлена на этом слайде. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.